Ээээ... Вы слушаете эту прекрасную мелодию? Обожаю! Доброе утро! Всем привет! Да, наконец-таки это случилось! Я этого очень долго ждал! И я... переехал! Ха-ха! О мой бог! Для тех, кто не в курсе, изначально я жил с родителями, потом я переезжал уже в отдельное жилье, потом я снова приехал к родителям, и вот сейчас я снова живу один. И живу теперь в таком месте, о котором я в принципе мечтал, воображал себе, потому что я понимал, что вот если я в таком месте буду жить, все, значит мне будет максимально комфортно, максимально уютно, и так далее, и так далее. Если что, я не про местоположение, а именно то, как должна выглядеть квартира. Хочу вам показать все, что у меня тут есть, но сразу хочу сказать, что тут некоторые моменты не доделаны, поэтому все будет в будущем. Ну и также позову сегодня, точнее уже, можно сказать, позвал на такое спонтанное новоселье своих друзей. Не знаю, как мы будем отмечать, но думаю, просто посидим, поговорим, как обычно. Не знаю, насколько я это буду снимать, скорее всего не буду, потому что захочется провести вместе время без камер, как говорится. Ну и да, давайте начнем с ром-тура. Ха-ха. Ха-ха. О, мой бог. Ром-тура, охереть мне, кстати. У меня такого никогда не было, кстати. Интересно. Начнем, я думаю, с прихожей, потому что отсюда все и начинается, да? Я не знаю, насколько вам детально все показывать, но я постараюсь показать все то, что действительно может быть интересным. А не то, что, так, ребята, вот такие вот плинтусики сделал, вот такие вот, видите, да, МДФ-ка, так что вообще шикарно, не пластик. Шикарно смотрится, стилево, но вы поняли. Ха-ха-ха. Так, ребят, смотрите, у меня тут курточки висят, это вот моя прихожая. Ну, да, ничего такого, просто обычная прихожая, здесь можно будет и посидеть, когда тебе нужно там, я не знаю, зашнуровать обувь. Здесь у меня антресоль, интересно такое название, да, антресоль, я вообще не понимаю этого слова, но да ладно. В общем-то, да, для обуви все, тут у меня мои парфюмчики, которыми я чаще всего пользуюсь, на самом деле больше вот этим пользуюсь и этим. Это типа выглядит классно, но на самом деле такое себе мейнстримное, типа говно, я бы так сказал. Sorry, Dolce & Gabbana, but you won't сотрудничать со мной. Я всегда буду только рад и скажу, что это самый лучший парфюм. Ха-ха-ха-ха. Она была такой крысой. Дальше, вы помните мои очечки, когда я был в Милане покупал, офигенные, обожаю. Ну, зеркальце, ничего такого. Прихожая, коридор у меня вот такой вот длинный, на самом деле. Тут у меня стоит на входе, конечно же, мой безликий. Ой, ну ладно. Монетку так кладешь, как говорится, а он сжирает. Ха-ха-ха. Короче, такая у меня своя Люся на контроле. То есть гости приходят, монетку кладут, и только тогда они могут пройти ко мне, понимаете, да? Ну а чё, тётя просто так будут чай раздавать, там, знаете, гостиницы какие-то. Нет, платишь денежку, тогда проходишь на лютый тусич к тёте. Тут просто корпусная мебель, ничего такого. Мои какие-то зимние вещи. На самом деле у меня очень много обуви, просто посмотрите. И много из этой обуви я даже не носил, и они даже в бирках там. Короче, жесть, но, думаю, нужно как-то уже это всё обносить. Тут у меня, ну, в футболочке, опять же, ничего интересного, но... Интересно, вот такая вот сумочка есть. Тоже ещё ни разу не носил, мне кажется, знаете, такой вайп, где-то в Корее пофоткаться вот с такой сумкой. Ещё сделать классный какой-нибудь аутфит, вообще шикарные фотки получатся. Короче, да, Корея, надеюсь, ты меня ждёшь. Скоро буду. Если вы понимаете, о чём я... Здесь у меня такой вот стеллаж разделяют, вот эти вот шкафчики. Опять же, тут всякое барахло, но это пока что тому, что ещё не всё разобрал. Ну и последним, опять же, мои худи. Всякое такое вот, в общем-то, одежда. Ничего интересного. И еле-еле, на самом деле, вместил всё. Переходим. Дальше у нас туалет. Если что, у меня туалет и душевая по разные стороны, да. Ха-ха-ха. Знаете, чисто такая в душе хуярится там это, я не знаю, чищу зубы, либо ещё чё-то. И на руку приспичило. И это надо пробежать вот так вот. И не обосраться. Ну а прежде чем мы перейдём к туалету, мне нужно вам кое о чём напомнить. Заранее простите, но это с благой целью. Угу. Многим из вас в следующем году сдавать экзамены. И я хочу вам посоветовать онлайн-школу «Сотка», которая поможет вам подготовиться без лишнего стресса, КГ и ИГ. И самое главное приятной обстановке. А не то, что у меня было. Решил за неделю подготовиться нормально вообще. На сервисе «Сотка» молодые и опытные преподаватели, персональный менеджер и наставник. Ну и конечно же очень быстрая проверка домашнего задания. Школа «Сотка» одна из крупнейших онлайн-школ в России по подготовке к ИГ. У них сейчас есть специальное предложение для тех, кто сдаёт ОГ или ИГ в следующем году, то есть в 2024. Если сейчас вы покупаете первый месяц подписки в апреле, то ещё 5 месяцев идут в подарок. И далее подписка возобновится только с сентября 2023 года. Цена первого месяца от 3499 рублей. И пакет включает подготовку сразу по четырём предметам. Я считаю, лучше место переживаний заранее готовиться к экзаменам. А те, кто будет летом готовиться, будут вдвое некрутыми. Понимаете, да? Так что оставляю в описании ссылку на регистрацию и наводный урок в онлайн-школе «Сотка» и даю вам личный промокод на скидку в 10%. Как говорится, используйте сумму. Переходим к туалету. Ту-а-лет. Цвета из святых, я считаю. Тут у меня такая вот локация, если что. Это не то, что я не закрыл, а такая локейшн. Очень интересно, знаете, такая инсталляция. Поэтому не думайте, что я просто не поставил сюда дверцы. Не так и должно быть. Ладно, я просто ещё не поставил дверцы. Ну, опять же, ничего такого. Просто туалет, да, умывальник. Да и зеркало. Смотрите, какую я классную штуку купил. Под мрамор. И тут типа туалетка. Туалетка влажная. Тоже для жопы. И вот такой вот, кстати, классный этот освежитель. Хуякнул. Да и попиздовал дальше. Логично после тубзика, наверное, показать вам душевую. Так что это и сделаем. Офигеть! Тут можно ходить как модель на подиуме. А ну-ка. Слушайте, ну стопроцентная модель, я считаю. Так что всякие Versace, Gucci, пишите. Я открыл с предложением. Ну, я подумал, конечно, над ними. Но пишите. Знаете, такая. А в итоге пишет какая-нибудь Gloria Jeans. Ха-ха-ха. И так. Душевая. Ну, тоже. Ничего прям тут не показать не вам. Весы. Зеркало. Мне нравится, что у меня тут есть вот такая вот подсветка. Знаете? Вечером пришли такие помыться, да? И хуяк то ли этот свет. И лампа восстановится сразу. Я считаю, это шикарно. Опять же. Ничего особенного здесь. Мне, конечно, еще полочки какие-то нужно сделать стеклянные. Мне так лень этим заниматься. Потому что я так устал этими всеми ремонтными работами заниматься. Поэтому я подумал. Ладно, когда-нибудь потом и сделаю. Ну а так, да. Ничего такого. Обычная душевая. И меня бесит, блин. Чистишь зубы и всегда паста попадает на зеркало. Вот что с этим делать я вообще не знаю. Протирать каждый раз лень. Ну, приходится так оставлять. Ну и следующее. Это моя спальня. Да, я закрыл шторы и включил светильники. Просто, чтобы вы почувствовали эту атмосферу. Ох, это шикарно. Чтобы вы понимали. Я теперь не мучаюсь тем, что мне сложно засыпать. Я как лягу сюда, так я за пять минут усну. А раньше я мог засыпать час-два. То есть, ну понимаете, проблематично очень засыпалась мне. И мне кажется, что это из-за того, что я спал в основном всю жизнь на диванах. И это на самом деле ужасно. Потому что, если правда сравнивать диван и кровать, то это совсем разные ощущения. А сейчас я сплю на самой большей кровати в своей жизни. И просто охереваю от того, насколько это комфортно. Я понимаю, что диван это больше только функциональный момент. То есть, ты можешь себе разложить, чтобы поспать. А можешь собрать, чтобы места много не занимало. Если все-таки позволяют, как говорится, пространство, то делайте обязательно себе кровать полноценную. Потому что это ваше здоровье, это ваш сон, это ваше состояние на утро. Такие прикроватные тумбочки. Обычные, ничего такого, но очень функциональные. В плане, знаете, положить... Ой, ёпта, ой, ёпта. Очень функциональный. А, у меня тут ни хера нет. Ну короче, знаете, зарядку убрать, книжку положить, я не знаю. Тут у меня водичка обязательно. Для меня было очень важно в спальне расположить вот такой вот, знаете, мини-столик для моего ноутбука. Для того, чтобы я делал какие-то быстрые дела в спальне. То есть, не уходил куда-нибудь в кабинет. Это будет следующая комната. А именно, спальне всё сделал по-быстрому. Либо распечатал ещё что-то. Ну короче, вот такой вот мини-офис, я бы так это назвал. Это я купил лежанку для своего кота Оливера. Он ещё пока не со мной живёт. Но, думаю, завтра, возможно, за ним заедем. Она очень мягкая. Надеюсь, он будет в ней спать. А иначе, пустая трата денег, понимаете? Но, я думаю, Оливеру это очень зайдёт. В итоге, я буду на ней спать, а Оливер будет на этой кровати спать. Ха-ха-ха. У нас код Риархат. Ха-ха-ха. Что? Окей. Туц, 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 ту-ду-дуц. Следующее, это, можно сказать, мой кабинет. Это как мой кабинет и комната грязи. Потому что, смотрите, сколько ещё всего не разобрано. Пока есть тут стол игровой мой. Здесь будут мои компьютера. Здесь у меня диванчик у такой вот. Кстати, раскладывается. То есть, понимаете, гостям будет где разместиться, если нужно будет кого-то оставить к себе на ночь. А так, да. Эта комната у меня будет чисто какая-нибудь игровая. Кабинет. Что тут вроде этого. Какие-нибудь полочки повешу, чтобы на них какие-нибудь мои фанкопопы разместить. Ещё что-то, ещё что-то. Ну, в общем-то, буду ещё думать. Там, кстати, балкон у меня. Он объединён с той комнатой. Его показывать я не буду, потому что там уж точно ничего интересного нет. Там чисто стройматериалы, которые остались. Короче, это неинтересно. Вендис. Какая она всё-таки страшная. Ну, в плане того, что она такая, знаете... Я ночью усну, она выйдет с этого пакета, блядь, и меня прикончит. Ха-ха. И, кстати, забыл вам рассказать. У меня тут есть, просто не поверьте, что это инновация, ребята. Нет, да догадок, что это может быть? Сейчас офигеете. Это умный, автоматизированный, автоматический. Не знаю ещё, как его позвать. Лоток Unipad для моего кота Оливера. Ха-ха. Что вы понимали, этот туалет будет чистить всё сам. И мне всего лишь там раз в месяц нужно будет мыть этот лоток. А сам контейнер для наполнителя, он там на 7-10 дней его хватает. То есть, ну понимаете, да, это не убираться каждые два дня, либо каждый день. И я хочу сегодня попробовать на Оливере, насколько он будет рад такому гаджету. Очень круто, что данный лоток работает так же, как и наши туалеты, в которые мы ходим. То есть, мы сделали-делали, смыли. И тут также можно настроить данный лоток, что вот кот сходил, и через 30 секунд лоток там всё это убрал. Понимаете, да? Не знаю, будет ли Оливер пугаться, но мне кажется, поначалу будет, должен привыкнуть. Самое главное, что данный лоток он безопасный. То есть, если ваш кот зайдёт во время уборки туалета, то инфокрасные лучи, они это заметят и сразу остановят эту уборку. То есть, кот будет в безопасности, и никто никому ничего не навредит. Ну и очистка туалета в любом случае будет происходить только тогда, когда не будет никакого движения рядом с лотком. Так что, очень интересно уже опробовать. Нужно скорее кота забирать у родителей и привозить его сюда, чтобы он обозрал весь этот лоток. В общем-то, собрал за где-то 5 минут всякие такие моменты, как ножки и так далее. Включил, и смотрите, он как стиральная машинка крутится. Бачок с лишними отходами, это вот сюда вот он будет херачить. Он настраивается, в общем-то. Офигенно, и менять бачок очень классно, что вот так вот просто херачишь и всё меняешь. Офигеть, я скачал приложение к этому лотку, я нажал просто совок и он начал типа убирать. Это так клёво, тут ещё какие-то режимы. Оказывается, есть ещё функция сброс наполнителя, то есть одномоментно спускает весь использованный наполнитель. И также функция не беспокоить, то есть шум от устройства менее 40 дБ. Хотя и так и так не слышно. И, кстати, я заметил, что когда убираются, он вообще бесшумный. Я-то думаю, он будет как паровоз, а в итоге нет. Это, если что, уже следующий день. Я привёз кота и, на удивление, он быстро привык к этому туалету. То есть, сами видите, вот он идёт в него, делает своё дело. В общем-то, я в шоке, в приятном шоке. Поэтому, если вам понравился данный лоток, то я оставлю ссылку в описании на их сайт. И самое классное, что их товары также представлены на маркетплейсах, как Азон, Вайлбарис, Яндекс.Маркет и так далее. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Молодец. За собой закапывает. Вау, ничего себе. Реально там оставляют. Видите, остановился Оливер, подошёл и остановился. Оливер, а ну-ка, уйди. Дай эту Оливеру убраться. Так, взял, Оливер. Пойдём. Оливер, интересно жопе всё, да? Оливер, пойдём. Ну всё, и вот так он оставляет. Очень классно, очень удобно. Туалет чистый. И последняя комнатка. Ну как комнатка? Кухня-гостиная, о которой я прям мечтал. В плане того, чтобы это была прям кухня-гостиная, для того, чтобы гости, когда приходили, они размещались именно тут. Чтобы мы сидели тут, делали дела тут. В плане кушали, разговаривали, играли и так далее. И я этому очень рад, что теперь это есть. Ту-ду-ду-ду-ду. Да, тут не прям так много мест, но в принципе всё вместилось, как я и хотел. Тут у меня вот такой вот столик. Чисто кухонный. Здесь у меня сахарная бомба такая. Это жесть. Я не знаю, зачем я это сделал. Потому что в основном я это и жру. Ну, проходя вот тут по пять раз. И каждый раз беру по одной конфетте. А потом эти конфеты на моём лице. Ну и не только. И вот тут вот. Какой кошмар. Ой, ладно. Тут у меня холодильник. Кухня. Кухня, кстати, тоже офигенная. Люблю, знаете, вот что-то такое вот мраморное, минималистичное. В таких вот светло-серых тонах. Короче, обожаю. Здесь у меня вот такие вот два прикроватных столика. Тоже офигенные. Я просто этому рад, что я взял. Свечка стоит. Горячий хлеб. У Насти унюхал. Как унюхал. Так захотел, что заказал себе тоже такую же свечку. Реально как хлеб. Это да. Самым важным для меня моментом было, это чтобы у меня был диван. Обязательно угловой. Потому что я вот люблю вот на этой части сидеть, лежать. Потому что вот так вот сидеть я не могу прям долго. А вот лежать так вообще сколько угодно. Особенно, знаете, когда фильмы смотрите с друзьями, то я занимаю обычное угловое место. Потому что оно для меня самое комфортное. Я не понимаю, как можно сидеть так долго на попе ровно. А я люблю и так, и вот так, и бочком, и жопкой. Ну вы поняли. Присаживаясь на диванчик. Фератишь вот так ножки. И вот такое вот место для того, чтобы смотреть фильмы, играть в PlayStation, петь в караоке. Потому что вон, видите, у меня караоке есть. Короче, шикарно, я считаю. Тут у меня, кстати, еще PlayStation, который я еще не распаковал. На днях, думаю, это уже наконец-таки сделаю. Здесь у меня такая вот станция с караоке. То есть можно петь. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ну как-то так, ребята. Вот так сижу, пою. Для своей миллионной аудитории. На Мэдискэйн Сквергарден. В Нью-Йорке. Три часа позже. Ну что ж, я уже дома. Сейчас уже вечер. Ко мне должны вот-вот друзья подъехать. На, можно так сказать, новоселье. Мне бы еще, конечно, быстренько какой-нибудь столик накрыть. Ну, знаете, встречать костей-то надо. Хорошо. Чтоб мне стыдно было. Тем более, такая, видите, как я. Видите? Такой в рыбашечке. Сейчас я буду думать, что же заказать. Но я думаю, это 100% должны быть фрукты. Потому что я знаю, что сейчас ребята кушают. Потому что я только от них приехал. Помогал снимать их новое видео. Очень веселое, прям. Это было круто. Так, думаю, клубничку заказать. Манго можно. Голубичку. Я не знаю, я это все так диктую. Вам вообще, наверное, насрать, что я там закажу. Но будто бы хочется поделиться. На раз, два, три столик будет накрыт. Совсем не в рифму. Ну да ладно. Та-дам! Да, вот на быструю руку подготовил такой вот снэк-стол. Я бы так назвал это. Потому что тут такие вот всякие снэки разные. И фруктики. И овощи в виде морковки. И манго. И виноград. Мармелад. Попкорн. Хелфи. Которые там очень мало калорий. Как у этих. Хлебцы, не знаю. Клюква в сахаре. Просто обожал в детстве. И вот решил тоже выставить, как говорится, гостям на стол. Ну и такие вот обычные базовые. Ну, я надеюсь, это нормально. Или же нет. Хз, в общем-то. Посмотрим потом, что скажут. Ребята должны приехать с минуты на минуту. Ну, на фон, конечно же, нужно включить какую-нибудь песню. Кстати, спасибо всем большое за приятный комментарий под этим видео. Как я сходил в комнату ярости. Очень приятно. О, мой бог. Как давно я эту песню не слушал. What the fuck? Просто посмотрите, как она отжигает. Ну, ладно, не только она. Я забыл свое грязное белье брать. Я решил отвезти в комнату грязи. И прикрыл футболкой, будто бы нет никакой грязной одежды. На самом деле целая прям канистра или, не знаю, пакет грязного белья. Когда-нибудь комната грязи превратится в настоящий кабинет. О, мой бог. Звоночек. Бегу, бегу. Да. Проходим. Так, все хорошо, все нормально, все выглядит. Более-менее. А! Все равно как-то не так красиво. А вот так будет красиво, смотрите. Оп. Включил, как говорится, и все. И сразу атмосферно. И будто бы грязень какой-нибудь, да? Чисто сразу сюда взгляд. Так, проходим. Какой-то скейтбордик. Ну. А где сидеть? Подожди, ты только пришла. Мать. Вечеринка белой девочки? Да. Там я такой стол наебенил. Так. А-а-а! Мать, вытирай. Прости. Да. Ну вот, вот такая вот мебель. Как тебе? Красивая мебель. Очень похожа на мою, как будто бы. Ну, мне так почему-то кажется. Да, я уже забыл, что у тебя там. А я тоже сейчас. Думаю, а похожа или нет. Или не напоминаю. А я вообще не помню. У тебя корпусная мебель тоже где-то? Я уже забыл. А что такое корпусная? Корпусная мебель, она когда вот такая вот. Прям во весь потолок там все дела. Есть просто отдельные стоящие шкафчики. Да, у меня корпусный шкаф. Ну, то есть под потолок прям, да? Ну все, значит у тебя тоже мебель. Корпусная мебель. Ну вот, это мой будет кабинет. А-а-а! Это тахтат, мама? Это моя тахтуличка, которая сегодня приехала. Девочки. Он выебал мою тахту. Ой, здесь можно писать. Ну она такая, типа велюр. Качество велюр. Ты чё, жесткая? Я не сидел еще просто. Ты ожидал помягче. Я тоже. А-а-а-а! Не, он красивый. Смотри! А то не жалко будет, если кост поцарапает или если еще что-то. Выбросишь просто. А велюр все-таки не антивандальный? А я не знаю, но смотри, можно рисовать здесь сердечко. Не, он бездей антивандальный, да. А-а-а. Я нарисовала сердечко. И еще одно. Но, блин. Я теперь написал, как сердечко. Спасибо. А я какашку уже что рисую. Они стираются, Ян. Сейчас какашку рисуем уже. Да ладно, ничего страшного. да ладно и чё страшно да она пройдет она мне кажется еще не привыкла к дому да ладно все нормально ну ты же хотела мне сердечко навсегда ставить что это мне и бог прислали лонгборг когда-то нет он чисто такой знаешь он больше как интерьер да он не да это мой новый стол я его заказал смотри какой офигенно потому что на игровой видишь кресло даже заходит в него да у меня в монитор там там где-то битес мальчишки звали там у меня еще комната грязи да это мой санузел а ну точно душевая а точно но тут еще не доделано правда полочки типа стеклянная хочу от в нишу твои те вот видишь полочки должны ну да туда в нишу ниша воду углубление да 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 будет на ну как без нее в принципе ну да это так знаешь без дизайн проекта там и так далее это чисто на глаз на мой для че-то еще да это все это все лично мной все прям вкус есть и так ну так минималистичная я считаю современно максима че делаем проведали хорошо скрывать и закрывается приехал проверка дадьев закрывать конечно но это спальни это мой рай конечно тут еще не прям вот мы столько специально для ноутбука чтобы делать какие-то свои рабочие моменты по-быстрому пахнет новеньким да ну вот это икея на как минимум не так атмосферу почему потому что я в серых обоях спать хочу очень да вот вот это вот я просто действительно начал быстро заспать я за пять минут засыпаю теперь я так рад не именно ночью ну типа уже спать хотела и у меня была серая комната когда ты заставишь сядь не прибамбался ну все постепенно постепенно ну не захламлять а все как-то делать да красиво здесь и полочки повешу не знаю нет телевизора не будет диван диван просто мало кто-то останется он раскладывается еще ну зову конечно но но тем более так сейчас я выключу этот шумиху джастин ты может заткнуться чё да ты любишь эти духи там же просто еще а на все можете заходить сюда это я на быструю руку приготовил так по-быстрому чтобы ну так ой боже мармелад клубничка шоколад манго да я хотела шампанский тост да тост шампанский тост да ой подожди я хотела ой как симпатично у тебя тоже батат у вас по бататам это я от Макса уже потому что он так его охерен приготовил я хочу чтобы он приготовил как-нибудь либо научил меня я не знаю он очень вкусно сделал тогда батат я у него пробовал охерел запек его тоже запекал просто берешь засунуваешь короче в эту ну все равно там надо не просто посыпать да вот как столик вот такой вот красивый заставить его хочется нить чем-нибудь ну видишь у меня минимальная свечка закрытая ну да горячий хлеб который я у вас унюхал а нет он тебе не дарил нет это я сам заказал уже то есть это что то мыきли его спать если бы я вам подарили ему племяннице ой мое караоке который мне Макса подарил вот иногда пою hayır ну я в этом году с батареей вару с батареей вару с батареей да ну не знаю никто не жалов ааа Да, кушайте. Вот это лучше я стульчик займу. Мне кажется, гостевой должен быть стоить. Что вам? Не стоит. Не хочу его травмировать. Ну, я боюсь, что, короче, он уже как-то хуярился. Когда я протирал там сверху холодильник, он этот хуярился, я упал. Я охерел от жизни. Ёбт. Даш, дядь, на что ты упал? Так, ну просто вниз. Ножка сломалась. А? Ножка, да, сломалась от ствола. А на что ты приземлился-то? На колени... А, нет, на ноги как-то я успел как-то сообразить. Нельзя. Да, получается. Мне очень нравится. Ну и всё. Морковочка. Ясно аппетитов. Лябочка. Ну что ж, ребята, на этом всё. Мы просто разговаривали, шутки шутили, но, в общем-то, всё как обычно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Я всё читаю и иногда отвечаю. Ну а с вами был, как обычно, Ян Рейзен. Увидимся в следующем видео. Пока. Тут, тут, тут. Как вам квартирочка? Пишите в комментариях. Всё почитаю. Правда. Увидимся. Продолжение следует...